Приветствую всех тех, кто решил играть этот видос. Сегодня я расскажу вам, особенно новичкам, кто решит надолго залитнуть в геншин, что ожидает вас на 60 уровне мира, а если точнее, 45-50 ранг приключения. Погнали! Ожидает вас море Гринда. Это если говорить покороче. Потому что хоть награды с каждым уровнем мира и растут, но делают они это в некоторых активностях очень неохотно. А именно, почти никак не меняется дробь из боссов, а если бы точнее, легендарные кристаллы для возвышения героев. Дробь этих самых кристаллов очень мал. Я за полсотни, а то и за 60 забегов на боссов получил где-то 3 таких кристалла. А для возвышения одного героя до уже максимального 90 уровня надо 6 таких кристаллов. Конечно, они спокойно крафтятся из нескольких кристаллов рангом ниже, но их тоже надо как-то доставать с босса. Зато легендарные артефакты с боссов стали чуть чаще падать, и как раз такие, какие мне были нужны. Что касается дропа сайдовых мобов, то вроде чуть-чуть тоже больше стало падать всяких вещей. Картейн в земли с опытом и морой потензии нет. Там сразу виден стабильный прирост выпадения клинжек опыта и той самой морой. Короче, разработчикам надо немного подкрутить вероятность выпадения больших кристаллов с боссов. И, наконец, ищут проблему с энергией. И подписка со сколько там, 40 энергий в день, ни о чем. Но это, как говорится, лишь слухи. Ну а на этом, я думаю, все. В следующем видео по геншину затрону тему артефактов для новичков. А на этом, я думаю, уже точно все. С вас лайк и подписка. Всем пока! Пока!